МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходящая неделя довольно богата на политические события. Пресса вспоминает недавно задержанного главу Байнакского района Даниила Шахсаидова, которому Есентукский суд смягчил меру пресечения и оставил под домашним арестом. На основной хронике всплывает и арестованный глава Кизлярского района Андрей Виноградов. Басманный суд оставил Виноградова под стражей до 8 января. Но больше всего народного внимания привлек экс-мэр Хасавиртов Сагидпаша Амаханов. В его поддержку на днях прошел сход местных жителей. Причем в ближайшее время планируется еще один, более масштабный и с участием аж 10 тысяч человек. Впрочем, проведут хоть 50 таких сходов, вряд ли это существенно изменит решение республиканского центра. Тем более, что там давно все обговорено и решено. Кстати, в истории отставки Сагидпаши Амаханова неожиданно всплывают чеченские имена. Амаханов после беседы с Рамазаном Абдулатиповым и сотрудниками администрации главы правительства Республики Дагестан, в частности, первым заместителем замглавы администрации Алексеем Гасановым, и согласование к кандидатуру нового главы Хасавирта планировал, хоть и держа руку на пульсе родного города, отойти от дел. Поговаривали, что Амаханов займет должность министра труда и соцразвития Дагестана, или перейдет в отделение пенсионного фода России по Дагестану, или же возглавит счетную палату Республики. Планы изменились после того, как Амаханова предположительно стало известно, что инициатором и лоббистом, исключением Хасавиртовского мэра с политической доски Севера Дагестана, был замминистра по делам Северного Кавказа Одесс Байсултанов, двоюродный брат главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Разбирается о политических интригах Черновик. Интерес журналистов к личности Одесса Байсултанова поджигает решение Федерального Центра назначить его куратором Дагестана. Впрочем, сам чеченский политик медлить не стал и оставил за собой массу поводов на обсуждение дагестанской благосферы. В частности, Байсултанов пообщал дагестанскому дюрбенту построить аэропорт и набережную, да и в целом вытянуть республику на новый уровень. Так кто же такой мистер Байсултанов? Почему выбор пал именно на него? И вообще, как он вдруг всплыл в политике Дагестана? С поста премьер-министра Чечни Одесса Байсултанов в 2012 году был делегирован Рамзаном Кадыровым в СКФО в кресло заместителя полпреда президента России по Северному Кавказу. Напомним, что создание СКФО и назначение полпреда президента России по Северному Кавказу многими экспертами тогда воспринималось как попытка тогдашнего главы российского государства Дмитрия Медведева ограничить влияние Рамзана Кадырова на остальной Кавказ. Однако Рамзан Кадыров использовал структуру СКФО на пользу себе, пролобировав в кресло заместителя полпреда своего двоюродного брата. С этого момента произошло резкое усиление позиций Рамзана Кадырова через своего брата, получившего доступ к принятию решений и распределению ресурсов на общекавказском уровне. Через два года, в 2014 году, с созданием Министерства по делам Северного Кавказа, Рамзан Кадыров добился назначения Одессы Байсултанова заместителем министра, фактически подняв его с уровня СКФО на уровень федеральный. Приводит хронику биографии Байсултанова порталон Кавказ. Немало сенсационных заявлений оставила за собой и сессия Народного собрания Дагестана, прошедшая на этой неделе не в четверг, как обычно, а в понедельник из-за праздника Курбан-Баран. Так что отдохнувшие парламентарии поработали на славу. На сессии об отставке объявили сразу аж четыре депутата. Активен был и сам глава республики Рамзан Абдулатипов, который традиционно много и часто высказывался. На сей раз гневный выпад главы региона пал на Цунтинский район. Странной и не совсем честной для Рамзана Абдулатипова показалась победа региональной партии Родина в Цунтинском районе. Родина вдруг оказалась в Цунтинском районе. Это же сразу видно, для чего делалось. Вообще в Цунтинском районе слово Родина перевести не могут многие. И на этом фоне многие подумали, что можно старым бодитам, ворам и негодяям возвращаться во власть. Цитирует Абдулатипова «Новое дело». Высокопарность и емкость фраз главы не всегда играет ему на руку. Очевидно, Рамзан Абдулатипов не задумывался, что тем самым мог обидеть тех, кто по определению никогда не был ни вором, ни жуликом. И, конечно, после нелицеприятных высказываний главы региона последовала ответная реакция партийцев. К нам поступили многочисленные жалобы от наших сторонников в Цунтинском районе, которые оскорблены высказыванием Рамзана Гаджимрадовича. Среди депутатов, прошедших представительные органы местного самоправления от партии Родина, большое число достойных людей и выборы цунтинцев осознанны и взвешены. Цунтинский район – самый высокогорный и труднодоступный район Дагестана, но в нем живет прекрасный, трудолюбивый, храбрый народ. Кроме того, цунтинцы – первые, кто принял на себя удар от вторжения бандформирования в 1999 году и принял его достойно, не дав террористам дальше проникнуть в Дагестан. Без сомнения, цунтинцы – это люди, которые больше всех в Дагестане знают, что такое Родина. Приводит комментарий представителей региональной партии Родина в Цунтинском районе газета «Черновик». Более подробно о политических преобразованиях и неожиданных решениях Республиканского центра читайте в материале «Космическая политология» свежего номера издания. «Черновик» следит за развитием событий. Еще одну жизнь за собой унес пожар на автозаправочной станции «Былнефть». Напомним, возгорание заправки произошло 22 сентября. Пострадал 43-летний мужчина. В тот же день он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с 70% ожогов. В понедельник мужчина скончался. Сколько еще республика должна перенести человеческих смертей, чтобы, наконец, в городах Дагестана навели порядок с автозаправочными станциями? В вопросе разбирались журналисты печатных изданий. Специальная комиссия, организованная через несколько дней после взрыва, проверила заправки с точки зрения всех контролирующих органов. По словам помощника главы администрации Мизинфера Бабасиева, который курировал проверки, только несколько заправок во всем городе соответствовало всем нормам безопасности. Остальные же должны были или устранить нарушения, или закрыться. Скорее всего, не произошло ни того и ни другого, предполагает Черновик. По воле злого рока или по случайному совпадению, но практически следом, а точнее вчера, на проспекте Петра Первого в редукторном поселке, на еще одной АЗС, зафиксирована утечка газа. Благо, обошлось без жертв. Какая-то была по счету авария, дагестанцы уже, наверное, сбились со счета. Но, думаю, у каждого надолго опечаталась в память ее прошлогодняя трагедия на заправке «Эксон» в районе троллейбусного кольца Махачкалы. Тогда вокруг инцидента было много шума и обещаний. К слову, этот вопрос поднимал ранее бывший исполняющий обязанности заместителя руководителя Ростехнадзора по Дагестану Казбек Исмаилов. Однако вопрос не сдвинулся с мертвой точки, потому как на деле проблема оказалась весьма тяжелой. Выяснилось, что в случае выноса заправок за черту города, государству пришлось бы компенсировать заправщику эти нововведения. Учитывая аппетиты дагестанских бизнесменов, запросы ожидались более чем внушительные. Такой вариант власти не устроил, потому все оставили как есть. Делится информация источника «Махачкалинские известия». Утро вчерашнего дня у Махачкальницы, вероятно, началось с массовых опозданий на работу, учебу или деловые встречи. И дело вовсе не из-за пресловутой непогоды. На остановках города вновь образовались километровые очереди. Больше половины водителей маршрутных такси не вышли на линии. Дело в том, что администрация города не выдала путевки водителям, так как они отказались регистрироваться как индивидуальные предприниматели до 1 октября. Причем поручения встать на учет были даны еще со времен последней забастовки, когда цена за проезд поднялась с 14 до 17 рублей. Адмистрация города планировала поставить на учет всех водителей городских маршруток и тем самым повысить налоговые сборы. Так как обе действующие тогда компании «Махачкала Транс» и так собирали с них немало деньги, а платить еще налоговые отчисления ККП для большинства было разорительно. По нашим подсчетам, на конец 2014 года сумма уплаты «Махачкала Транс» ежемесячно с каждого водителя в среднем достигала около 4 тысяч рублей. Подсчитывает новое дело. Администрация города на компромисс идти не хочет. Маршрутчики тоже. Крайний выход – правильно, повышение стоимости за проезд. И вероятнее всего, обе стороны остановятся на последнем варианте. Предложение водителей снять сборы хотя бы за путевку в администрации не рассматривают. Там заявляют, что постановка на налоговый учет обязательна. Вероятнее всего, все закончится тем, что все сборы с маршрутчиков переложат на плечи пассажиров. Во время последнего повышения цены за проезд в 2014 году представителями власти, в том числе главой республики, было сделано много громких заявлений. Но ситуация не изменилась. И никто не смог разъяснить ни водителям, ни гражданам, кому ходят эти сборы и из чего складывается цена за проезд, вспоминает новое дело. И это все, о чем мы хотели рассказать вам о минувшей неделе. Читайте газету «Черновик», заходите на наш сайт www.chernovik.net и будьте всегда в курсе самых последних событий в республике. Ну а с вами была Людмила Магомедова. Увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»